Большое спасибо всем, кто в этот ранний час добрался до зала, потому что среди всяких, понятно, что на любом конверте, как правило, есть параллели, и приходится конкурировать с кучей разных людей, но самый популярный, можно сказать, конкурент, с которым слово сложнее всего конкурировать, это всеми обожаемый спать. Так, самый новый я, наверное, отпожу чуть попозже, надеюсь, что, может быть, еще кто-то подойдет, но это... Так, будем считать, что у нас аппаратура настроена, да? Заль совершенно нормальная. Более-менее. Итак, я предлагаю всем, кто сюда добрался, высказывать свои пожелания, если такие есть. Я постараюсь их выполнить, насколько это в моих скромных и нескромных силах. Кроме того, мне хочется показать новое, потому что я обнаружил, что за год у него больше дюжидный песен скопился, не считая всякие переделки, призовлюшки и прочие пенсиплюшки. А начну с того, что вспомнил одну очень давнюю игру, по которой остались недоделки, недописки. Это был Аллан Адейл. История стандартная, что вернулся из шестого похода, обновил, что земли и замок отданы королем какому-то проходимцу, невесту собирается отдать в монастырь. И, в общем, всё ужасно. Тогда, наверное, сначала о невесте. Есть такой жарственниковой песни «Альба». Кто знает, что такое «Альба»? Это жарственниковой песни, в которой прощание рыцаря с возлюбленной перед расцветом. Я могу потом рассказать про кодекс прованской крупуазности. Там интересные вещи. Любовь оправдывает любые поступки, и большинство из них не считает с ровным честью. У них замороченный был кодекс. Один из первых пунктов «Супружество не препятствует любви» и много прочего подобного. Ладно. Кроме того, опять-таки, это самое прощание с возлюбленной может не означать ничего непристойного. Просто разговоры, взгляды, касание рук и так далее. Всё благородно и чисто. А? Понятно, понятно. Но это всё равно не препятствует. Всё относительно. Я говорю, к прованской крупуазности – это отдельная интересная тема. Ты ангел, и место тебе в раю, не так быть таким, как я. И всё же я песню тебе спою, пока разборчиво нам нельзя. Твой дядя лёгатрил путь, где места нет для меня. Но всё же я песню тебе спою, разборчиво нам нельзя. Епископ к Богу поближе нас, по небесному он верю в прав. Но я живу на земле сейчас, не раз уже смерть поправ. Уже до рассвета времени чуть, торопит моя стезя. Ты мне на память поставь свечу, раз большего нам нельзя. Ты мне на память поставь свечу. Ну, понятно, что влюблённый лицарь на это бы не сдался и придумал хитрый план. Он ходил по окресту стену Тингема в обличии прокажённого. Получая на тингемцев, что есть такое вот место, у прокажённого была хижина, которой, естественно, никто не решался подойти близко. И все знают, что это хижина прокажённого. Доброе рожане, подайте гроши к новому Иову, ибо свечи на вписании следующие. В далёкие славные годы Жил праведный некий Иов. Не бедовал он в жизни, не взгоды, Богат был, красив и здоров. Был славен повсюду на свете, С женой был счастлив своей. С ним были прекрасные дети, Три дочери, семь сыновей. И Господа чьё он безмерно, С моих своих и делах. Но дьявол исполнил скверный, Придумал злокозийный шаг. Во славе уже Господа, Баратья, И слава его торжеством. Божеством, с людьми всеем без изъятия, Творится по поле его. Шепнул искуситель ужасный, Где твёрдость Иовата, где? Он верует, будет счастлив, Но вера, то будет в нужде. И чтоб не осталось сомненья, Кто б шопот злодея унять, Дал Бог сатане позволенье Иову обиду испытать. Брак радостно взялся за дело, Иову до тла разорил, Измучил болезнями тела, И сесть их подряд уморил. Во славе уже Господа, Братья, И слава его торжества, Чемель сиём без изъятия, Творится по поле и его. И новое зло раз за разом Творилось вокруг одного, Иову был наказан проказой, Чтоб люди изгнали его. И все же за эту нерадость Хулой не коснулся небес, Он понял, что значит так надо Нести испытание крест. По славе уже Господа, Братья, И слава его торжества, Чемель сиём без изъятия, Творится по поле и его. Иову не поддался сомнениям, В импере сияла одна, И зло он кричитила терпенью, И был посраблен сатана. Вернул их здоровье Иову, Вернул и богатство, и дом, И тишек послал ему новых, И в общем всё стало путём. А могут засесться до могилы, Использовать стойкость его, По славе уже Господа, Милость, По славе его торжество, По славе уже Господа, Братья, И слава его торжество, Чемель сиём без изъятия, Творится по поле и его. И вот однажды Айлен Вейлс, Людни, Заявился в Носингем, Он нашёл себе пристанище при таверне, Это был очень такой выгодный симбиоз для Бикстера, И как-то министр зашёл в Носингем, И устроил на площади большой спонтанный концерт, Который продолжался два часа. Там были песни, стихи, Даже средневековые фарцевые спектакли, Которые там на 5-6 персонажей исполнили в одну рожу. Короче говоря, на площади сбежались все, Включая стражу и включая дуэнью, Которая следила за моей невестой. Соответственно, невеста некоторое время Даже смотрела на это представление вместе со всеми, А потом потихонечку, Беспрепятственно и незамеченно, Ушла из города, В ту самую хижину прокажённого, Где уже ждал её священник, Который нас обвенчал. После концерта уже. И весь Носингем видел, Что у меня абсолютное алиби. Так что всё кончилось хорошо. Опять-таки напоминаю, Что пришедшие могут высказывать пожелания, И, наверное, я уже не сильно буду дожидаться, Так, ну, для уважения к тематике конвента, Начну всё-таки с того, Что по профессору, правда, не совсем новой, Не этого года. Одна давняя песенка, Одна прошлогодняя. Надо ли кому-то здесь объяснять, Кто знает, кто такой Тевельда? Не надо никому объяснять, да? Тевельда, князь котов, Персонаж английского фольклора, Использован профессором Джоном Рональдом Рональдом Толкином, В ранних версиях своей «Вэлэйтера». Да, его заменился урон. На одном из висконов, Волонсёры конвента решили, Что это их ким. Наверное, они были в этом чём-то правы. Я пушистый или чист, Хоть порой, как тис, На меня обижаться не нужно, Я ж совсем не злодей, Я ж не волей своей, Меня, понимаете, служба. И в мягкой лапе моей Все коты всех людей Всё знают и скажут, Что нужно. Будь ласковы к ним, Подчинённым моим, И у них, понимаете, служба. Хоть я князь всех котов, За стражей готов, Для моей ночи тепло и любви ужна, Тяжко доля моя, Но не жалусь я, Меня, понимаете, служба. Коль приплётся порой, Очень светлый герой, Господину совсем же чуждый, Экой мышку ебок, Вечно бы ничего, Меня, понимаете, служба. Нам из реальной ведёт Острательный кот, Ну а вдруг отвечать будет нужно, Пусть ответит один Чёмный мой властелин, А он меня, понимаете, служба. Меня, понимаете, Служба. Кто знает, что такая берутель? Значит, объяснять мне не нужно. Итак, Вот эта вот более новая песенка, Проверка на эхо в зале. Погонки вдруг поползли разговоры, Что теперь мы отстроим детей, Ей, ну минора. Король в королеве ошибся немножко, Ей, вирусель, с ней были кошки. Мяу! Мяу! Четыре были девять десятая, Белый, Казалось, какое до этого дело, Другой король державы, Где горько и тошно, Отпомжить краево, И кошки. Мяу! Мяу! Делали, что бедема покоя не зная, Чемпион животных своих заставляет, Кто крал и попался, Проверка на тошный, Берут здесь виновата. И кошки. Мяу! Продивали слухи, Тут можно поспорить, Распорил король нелюбимый в море, Пустили кораблик по водной дорожке, Вот и берут ей только, И кошки. Мяу! Надеюсь, что эргуманности бы немля, Издание собрало для спасения землю, И крышу, и стены, и вкусы сепложка, Вот и берут ей, Кошки же, кошки. Мяу! Продивали навеки отказно в счастье, Из этого остался старан-монфоластер, И жизнь ему после осталась немножко, И все осталось общенной, И кошки. Мяу! Из относительно недавнего, Тут была такая вот пиратская вечеринка у Ники Баткин, По поводу которой я посумнал то, Что у меня было когда-то на эту тему написано. Оказалось интересно тогда. К позапрошлогодним корсарам. Ну, все дурналы мы очень просто живем, А кто не понял, тем растолкуемся снова. Мы доброславным и качественным кораблем Добьемся гораздо больше, чем просто словом. У нас и манера не для приема в дворцах, У нас принимает попросту губернатор. Нам нужны уважения, Печернут страх, И что им ценное тоже нам будет кстати. Нам нужны уважения, Печернут страх, И что им ценное тоже нам будет кстати. Нам черно-коро пролить силовейских затей, Но, кстати, затей не будет мир от ответу. Мы просто мацкие бродяги, Романтики водных путей, Большие дороги между старым и новым светом. Мы просто мацкие бродяги, Романтики водных путей, Большие дороги между старым и новым светом. Но на свет дурналы мы очень просто живем, А кто не понял, тем рассолкуем снова Мы добрым словом и качественным кораблем Добьемся гораздо больше, чем просто словом Мы добрым словом и качественным кораблем Добьемся гораздо больше, чем просто словом Еще одна пиратская песня репортажная Я был пассажиром на судне, которую называлась «Княжна» И это судно так вот внезапно попало в ворскую бойну Бывает Сниз к «Южной» в спокойный рейс, как бывает не однажды Глупые замыслы перевес, показались влаги вражи Вот противник жерла бурят, и дымятся в китили Правый борт готов заряд, полили Многовато против нас, и приходится вернуть сердце Не до страха нам сейчас, от азарта бьется сердце Своя ровность вновь до цели дошли Левый борт готов заряд, полили Левень идет, сует азар, остается нашим следом Сбитый вражеский штандарт и нелегкая победа Бой был жарким, но пускай усилен побитый борт Возвращаемся, встречай, порт Возвращаемся, встречай, порт Недавно написанная плеска Я, наверное, сейчас попробую Она короткая, и времени у нас на нее, надеюсь, хватит Это продолжение цикла сленниковых фарсов Называется «Жак-Простак и три франка» Выходит, так вот, крестьянин-крестьянин И оглядывается вот так вот Ну вот, какой большой Париж На рынок жёнышка Париж меня послалась по заранку Дала на всё всего три франка Ну, как понять, где что купить Горожанин Пьер Древняя Олах, стало быть Три франка мне почти пустяк Но если можно взять за так То грех за ними не нагнуться Горожанка Луиза Удача как не подвернуться Ведь на ловца избирь бежит Простак так громко говорит Где деньги, у него как много Что грех не взять, заради бога Эй, малый, надо ли помочь? Иначе добрых дел не прочь Сотворить с тобой вместе Пьер Забыл ты кума о чести Если у тебя законный муж И первым я решил к тому же Помочь в торговле господину Простак Жак Я знаю, что из-за причины Меня тут господином звать С меня хотят все деньги взять Ну, поглядим, что вы не дали Пьеру Меня зачем вы тут позвали? Есть у меня на всё три франка Цепляйся, рыбка, за приманку Ну, моя вам помочь пригодится С трехфранковых дел на тридцать Но прежде всего торговых дел Я с вами выпить захотел Я первый, Жак Да, ты попроще Для нас вся рыночная площадь, Жак Да я не прочь устроить пьянку Но у меня всего три франка Есть заказ от жены, Пьер Сначала выпить мы должны Я угощаю, не вопрос Вытаскивает бутылку Жак Изображает книги Мне надо гребни для волос Три ленты Чепчик и платок Когда бы ты достать их смог? Пьера задумывается Тут подскакивает Луиза А у меня, естественно, надо Пьера Вот нападение с засадой Теперь быстрее стыдство Нету сил Луиза У меня всего три франка Луиза Если у меня как раз товары Стальё Отдай готовы даром А про сладку и так сойдёт Основа Жаку Трогал сладок Словно мёд Пойдём Я дам тебе, что надо Жак Ну, коли так Добьёмся сладу Напивает бутылку Пьера Отдаёт ему Пьер В растерности Плюёт Бросает бутылку Уходит за кулисы Из за кулисы Выходит довольная Очень довольная Жак и Луиза Луиза Уж так-то ловок В этом деле Такого я давно хотела Теперь же, милый будружок Отдай подруги кошелёк Жак Я поговорку вспомнил Кстати Кто хочет Тот за всё и платит Луиза в ступоре Жак В хрепублике Такая вышла от гулянка А у меня Мои-три франка А отец выходит на сцену И кланивается Если будет время Я ещё могу вспомнить Мини-мюзиклы Если есть же такое желание Но, наверное Хочу начать с песен Значит, я Достаточно Последние пару лет Дружу с клубом Военно-эстетические реконструкции Дрэки Вингет Что означает Дрэки Вингетт И для этого клуба Были написаны Несколько песен В том числе Клуб регулярно Обещает мне поддерживать Меня на моих концертах И регулярно Как правило По одной и той же причине Это обещание Не выполняет Потому что у них Какой-нибудь бой Или турнир Или фестиваль В общем, у них Есть дела важные А приказ И приказ Дрэки Вингетт И приказ Дрэки Вингетт И ни одна не дала Знак своего расположения Не будем об этом вслух Так вот По этому поводу Пока клуб в очередной раз Где-то там сражается Я написал Вчера Написал песню Посвященную Вот именно такому Обычу викингов Называется Прерванный пир Пересперов Хорош бы действительно Весел и стол богат Но от столов Идея соблазнительных Конук Увел отряд Викинги в бой Ильбут сомнения Враг не страшен ли бой Песни прекрасны После сражения Лучи и станции в бой Песни прекрасны После сражения Лучи и станции в бой Надо сначала Выполнить должное О перах не жалей Может в Вальхальде Прерванный пираж Продолжится Может и на земле Викинги в бой Ильбут сомнения Враг не страшен ли бой Песни прекрасны После сражения Лучи и станции в бой Мед фоби И мед поэзи Что из них горячей Нам кровь крыши на фонаранча, лезвия, влага пермечей. Викинг в любой, и дружится сомнение, враг не страшен любой. Песня прекрасна после сражения, лучшие станции в бой. Песня прекрасна после сражения, лучшие станции в бой. Это первое исполнение этой песни вслух. Первая песня, которая была написана для именно этого клуба и для фестиваля, который тогда назывался «Античный фестиваль». Сейчас он называется «Вардовский лес» и происходит уже третий год подряд. Поскольку тематика была античная, я захотел сделать к нему, написать античную пьесу, античного греческого театра. Я ее написал со соблюдением всех канонов, но всю ее я изочитывать не буду, потому что я ее не настолько помню. Но одну песню, главную песню этого спектакля, я сейчас покажу. Сан Леонид собирал в поход 300 спартанских бойцов. Был такой спартанец, характер твердый, и смерти героя с леготок. Но как перед смертью вина не попить, и за резвым как воевать. Очень серьезно спартанская рать готовилась умирать. Иван Эбэль, спартанская рать, готовилась умирать. Ты гравейки на черпе, еще по одной, сграя я вечно больной. Ой! Сансер в другой страны, фирма пил, готовился тоже в поход. К ларь для высадки дружно приплыл, персидский немайкий плод. Возь глядет, и солнце печет, жажда просто беда. От горя такого, каждый поймет, не помогает вода. Эван Эбэль, ну каждый поймет, не помогает вода. Так налей вина черпе, еще по одной, сграя я вечно больной. Ой! Но тут из речки выбылся рак, и греку зарвут сам. И греки, и перцы не могут никак сразиться разочек хотя бы. Спартанский берег, хоть кричи караул, никак не дают умереть. Царь Леониду такое загнул, что нафиг раке краснец. Эван Эбэль такое загнул, что нафиг раке краснец. Так налей вина черпе, еще по одной, сграя я вечно больной. Ой! Вот так. Обычной истории ход был раком поставлен в тупик. А грецкий народ, иракский народ надолго подссорились вмиг. Памятья нашей поныне живет истина в этих словах, что покуда придет Афинский народ. Артика будет жива, и погуда пьет Лаконский народ. Спарта будет жива, и погуда пьет Персидский народ. Персия будет жива, и погуда пьет Скифский народ. Лада будет жива, и пока вино из бочек течет, Айкумена будет жива. Так налей вина черпи, еще по одной, сграя я вечно больной. Еще, еще, еще по одной, чтобы был я вечно кмель, Но на все бошку больной. Ой! Следующая песня была уже по сугубо историческому сериалу. И уже не такая веселая. Ну, я думал, что про восстание будет боди цена. Она же будет дико рассказать, никому не нужно. Вот так умер вождь и цена. И тогда для прощания с ним Показал, как союзников ценят Благородные великие Рим. Все, что было в казне, забрали. А чтоб вышел урок верней. За процесс добу пичевали. Изнасиловали дочерей. Все, что в жизни осталось месяц. И от боя душевной и дикой Муж не меч взяла бодика За свою и племя и честь. С ней пошли не только и цены. Вся земля поднялась на бой. За виду боди цей. Рим платил немалой ценой. Гарнизоны бунт не сдержали. Началась для римлян беда. И однажды один за другим сгорали Осажденные города. Все, что в жизни осталось, месть. И от боя душевной и дикой Муж не меч взяла бодика Свою и племя и честь. Ну и что, легион разбитый, Рим еще не один пришлет. Рано поздно будет битва, Где империя верх возьмет. И победа Риму досталась Вот опять немалой ценой. Ну и после не зря боялись Повернуться к лесу спиной. Все, что в жизни осталось, месть. И от боя душевной и дикой Муж не меч взяла бодика Свою и племя и честь. Глаз оружие, сила денег. Это уже и не все, пойми. Не хватало Риму уменья Польски говорить с людьми. Боли депикты, германцы, галлы. Главы к Риму копили счет. А итог империя пала. Ну чего было ждать еще? Все, что в жизни осталось, месть. И от боя душевной и дикой Муж не меч взяла бодика Свою и племя и честь. Если все, что осталось, месть. То от боя душевной и дикой Боль меч поднимет, как бодика Те, кто помнит еще про честь. Те, кто помнит еще про честь. Рим попирается через землю шагами своими. С ним, кто справился, спорить сумел, не впал перед Римом. Чем премьерами досталось римского гнета? Где он? Баттон! Где он? Баттон! Где он? Баттон! Да, банкир договора. Это писалось специально под кричалку клуба того самого Лекки Вингера, который был к тому самому варварский фестиваль написан. Что такого возраста, я думаю, не нужно, да? Горе империи враг не вживел с отдельным. Море Риму пустяк, но не так с рейном. Страх остался германским и сам болотом. Где он? Баттон! Где он? Баттон! Где он? Баттон! Еще одна скандинавскую тему биса. Станет сталью слова скальда. Станет медом речь поэта. На удары волн и ветра скалы скалятся клыками. Пенится в единой чаши. Брагань дёрга, мед квасира, битвы кубков. Копии пиром не судьбы поредется наша. В леске стали. В леске влаги, в леске молнии, в леске девы. В леске слышатся напевы. Все-то с выбором в каждом шаге. Хей, лед! Левая хала! Локис с нами или озен. Речь поэта станет медом. Слово скальда станет сталью. Так, этой песни аж целых полтора месяца. Правда, исполнялась за это время в считанные разы. Не до того, как тут было. Итак, застольная песня про отважного лица. Я увидел пересказ сюжета старой французской песни. Саму песню не видел, поэтому называется не перевод и даже не пересказ, а вот просто такое вот вольное изложение. Ну да, песня застольная, поэтому да, я предлагаю, что я буду подпевать. Там стучать кулаками, кружки по столу. Ну, это совсем не обязательно, но помощь стала, все-таки попрошу. То есть, кто может подпевать припев, это будет правильно. Кто не сможет подпевать припев, там в одном месте. Я буду говорить, да-да, а вы в это время можете хлопать в ладоши, соответственно. Получится? Попробуем. Да-да, прекрасно. Кому надо объяснять, что такое сколь? Все знают, да? Замечательно. Давайте полные чаши нальем и будем петь веселей. Пускай спинаю, друзья, за столом проповедят прежние дней. Для этой службы доблесть нужна, не всем повлечу она. Почетно и славно, но правда дна. Опасно и очень трудно. Да-да, опасно и очень трудно. Да-да, сколь! Жил рыцарь отважный в замке с женой, вокруг был голодом мир. А в лице спокойной, с кучей такой, где шрицарь за черт возьми? Для рыцарь лат и копье и шлем собрался в дальний поход. Обнял жену, улыбнулся всем в седло и порпал на год. Давайте полные чаши нальем и будем петь веселей. Пускай спинаю, друзья, за столом проповедят прежние дней. Для рыцарь службы доблесть нужна, не всем повлечу она. Почетно и славно, но правда дна. Опасно и очень трудно. Да-да, опасно и очень трудно. Да-да, сколь! Вернулся измотанный, шел пешком, под штаник и только одет. На все вопросы ответ, потом уснул, доев обед. Спокойно во время геройского сна осталась его жена. Протягивая рыцарь и жизнь службы она успела узнать сполна. Протягивая рыцарь и служба она успела узнать сполна. Давайте полные чаши нальем и будем петь веселей. Пускай спинаю, друзья, за столом проповедят прежние дней. Для рыцарь службы доблесть нужна, не всем повлечу она. Почетно и славно, но правда дна. Опасно и очень трудно. Да-да, опасно и очень трудно. Да-да, сколь! Но позже медник принес его шлем, и латы принес рыбак. Жена говорила, мерси им всем, не уделяясь никак. Штаны и рыбаку солдатка вдова доставила. И, наконец, как коня в пьё сапоги его два, вернул холостя купец. Вот тут озадачено лицо жены. Давайте полные чаши нальем и будем петь веселей. Пускай спинаю, друзья, за столом проповедят прежние дней. Для рыцарь службы доблесть нужна, не всем повлечу она. Почетно и славно, но правда дна. Опасно и очень трудно. Да-да, опасно и очень трудно. Да-да, сколь! Жена спросила героя сама, когда устала до сна. У меня дочка красива весьма, у рыбака жена. Солдатка ещё хороша собой фигуру и лицом. Но вот не пойму и секрет открою, что делать-то с кузнецом. Тут озадачено лицо публики. Давайте полные чаши нальем и будем петь веселей. Я рыцарь, пускай спинаю, друзья, за столом проповедят прежние дней. Я рыцарь, служба доблесть нужна, не всем повлечу она. Почетно и славно, правда дна. Опасно и очень трудно. Да-да, опасно и очень трудно. Да-да, сколь! На этом сказочке был конец, но тайна понятна мне. О том, почему же там был кузнец, я мог бы сказать жене. Драматическая пауза. Походу деньги, что рыцарь скопил, не кончили до поры. Герой с соседом попу уступил, а к бабу выходил в перерыв. Давайте полные чаши нальем и будем петь веселей. Пускай спинаю, друзья, за столом проповедят прежние дни. Я рыцарь, служба доблесть нужна, не всем повлечу она. Почетно и славно, правда дна. Опасно и очень трудно. Да-да, опасная очередь дна. Да-да, сколь! До дна. Так, сколько у нас времени еще осталось? Осталось. Ура! Мы еще много чего можем. Песня, которая была написана, не то, что совсем недавно, но недавно я ее начал показывать. Первый раз показал публике на Зилансе. Последним. Собственно говоря, это была такая вот попытка ответить на вызов, такой челлендж, написать песню, которая была бы, не выглядела как идиотская, на сюжет, который воспоминается всеми как идиотский. Счастье это и лебеда, но так по воле творца, что миром правит любовь всегда, сжигая огнем сердца. Так, что преступницей была колдуньей молодой, собрана священности сполна, не скрыв сияния глаз. Недолго думая, она сказала, отче, я грешна, я полюбила вас, счастье это и лебеда, но так по воле творца, что миром правит любовь всегда, сжигая огнем сердца. И замолчал, и вместе с ней молчал святой отец, и стал слышно в тишине биение сердец, сражен девичьей красотой, и страсть не скрыв свою, коснулся грешницы рукой, вздохнул епископ молодой, я тоже вас люблю. Счастье это и лебеда, но так по воле творца, что миром правит любовь всегда, сжигая огнем сердца. Между полным завести зла и счастья не для нас, колдуньей узнанной была и схвачен этот час, а что епископ, у него есть долг и сан, и чинь, и тут не сделать ничего, ведь приговор за колдовство, возможно, лишь один. Счастье это и лебеда, но так по воле творца, что миром правит любовь всегда, сжигая огнем сердца. Епископ на помост зашел, где ведьм смерть вдала, я знаю, когда стой ее не совершал зла, господь велик, пусть приговор, а спорят чудеса, пусть небо разрешит наш спор, и ведьм в будущий костер шагнут епископ сам. Счастье это и лебеда, но так по воле творца, что миром правит любовь всегда, сжигая огнем сердца. Счастье это и лебеда, но так по воле творца, что миром правит любовь всегда, сжигая огнем сердца. Счастье это и лебеда, но так по воле творца, что миром правит любовь всегда, сжигая огнем сердца. Получилось, получилось, получилось. Выполняю обещание отсутствующим по уважительному причине людям. Перевод. Плюс один перевод гимна фаламанских терций, так называемый. Я добавил рифмы по сравнению с оригиналом, потому что он показал, что в существующих переводах не хватает четкости, которого и создали главную, по-моему, прессию этому тексту в оригинале. ПЕСНЯ 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 Еще есть, да, разбирая архив, наткнулся на еще одного персонажика, который был, мне говорили, на который я не смог выехать, вот, перерекординай, вообще-то его тексты сплошное, как бы сказал, надругательствуют чувствами верующих, но то, что можно показать, вот, не опасаясь, так вот, клейма, я сейчас все-таки оттуда покажу, кто ангелов считает, кто чертей, избавь меня от эдаких затей, давай пустые кружки посчитаем, ну, ты сначала полные налей. Так, времени, времени, времени. Сколько у нас? То есть осталось 18 минут. Прекрасно, значит, я успею еще показать микромюзикл, если есть никто не против. Показать? Итак, собственно говоря, написано все было по прозвии Фирмен, с ее подачи. Ей нужны были спектакли по Толкину, получили спектакли по Толкину, строго по профессору, честно-честно. Первая из них называется, по сюжету, вот всегда колец, заявление хоббитаний, или три облома и абзац. Пафосный занавес, пафосный зал. Действие первое. Под пафосные аккорды. Ранцы разбегаются. Ранцы не прорываются, хонные на спуле. Все девять ран. Опять скрипит, потертая есенла. Их холодеет все в стречных сраз. Закем пришли, тому не повезло. От нас им скрыться никуда, заразит. Пора, пора, порадуем, Владыку, вот этот раз. Вернем ему колечко. Дюймовый, как седас? Пока, пока, пока. По камушкам разносит, что надо. Судьбе не отщепнем. Эшнаск! Назвыл пафосным строймом, хоть за пафосной кулисой. Там задался звук бурно льющейся воды. Грохот, вопли и голос ведущего. Смущали в хоббитане покой и сметены взвесившейся рекой. Ход хоббитов. А нам все равно, а нам все равно, что нам хоббитам, да чего их-то делал. Если из пьяных кто видел, что не то, будет смех в ответ. Вот и весь секрет. Действие второе, еще более пафосное. Когда за нас скрывались, там с ней появился ужасный Саурон. Я всемогущий Саурон. Велик мой черный трон. Там варько, ужасно, боли, стон, царят со всех сторон. Станово исполить, кто рискнул. Я всех ворусь, я канала гну. Есть среди немецкий шир. Его судьбу решим. Там строгий учредим. Режим. Пафосный Саурон уходит за пафосной кулисой. Там вызывается грохот за убурнующейся воды. И голос ведущего. Пес на Хобитанию один. И получил кольцо. Бород Руин. Хор Хоббитов. А нам все равно. А нам все равно, что нам Хоббитов. Дочерых-то бед. Дело есть у нас завтрак. Съесть сейчас и варить обед. Вот и весь секрет. Есть и третье, самое пафосное. Данцы раздвигаются. За ним обнаружится Сурмас Водкоричивый. Белорадужным. В шляпе с посохом, палантиром. И он поет дивным бельканто. Да что не любит Сурмана? Завидит чувство и талант. К чему винить меня в обманах? Ох, я зря обманывать не стану. Бесплата выражать совсем не стану. Ведь вправо я не илитант. Ведь вправо я не илитант. Аппортативный мелькантом Сарман ходит за кулисы Там раздается звук бурляющейся воды Грохот, вопли Но Сарман не сдается Поэтому голос ведущего Удивленно замолчал Сарман снова ползает на сцену Без шляпы, без поска, без плантира Но продолжает педивный мелькантом Мне изнаграться малегады Упери твари, балантир Тебе мне в шир скрываться надо А там власти снова ряд Ведь хоббит и такое стадо Хоть я совсем ебошир Но захвачу хотя бы шир Ну а потом весь этот мир Голос ведущего Еще один такой полез на шир И тоже вдруг оставил этот мир Хор хоббитов А нам все равно А нам все равно Что нам хоббитов До чужих тапет Кто обидит нас Тот получит в глаз И не взвидит свет Вот и весь секрет Занг задвигается Педзанг выходит на сцену Артист и кланяется Еще один микромюзикл Тоже с подачи Турифирмен Называется «Любовь к твоим сельмарилам» Как и сельмарилам был опубликован Позже «Любовь к твоим сельмарилам» Так и этот микромюзикл был опубликован Позже предыдущего И так Снова на сцену выходит один из другим Любимый нами Известный нам персонаж сельмариллиона И поют Первым выходит Теонор Не зря мое мне имя подарили Да их запретов не боюсь Это больно и грустно было И плевать, что их там запретили Я в фарменсе смеюсь, смеюсь, смеюсь Ох, как радуюсь я Как радуюсь я Что нынче я сам сотворил Эффективных камня Эффективных камня И каждый из них сельмарил Дальше на сцену Хоть еще не мы Еще не может Там просто муни Там мелькарь черный пушистый Я силы тьмы И навистник света Но почему с ними до сих пор Так желанны стекляшки эти Так желанны стекляшки эти Что создал буйный феонор Ох, как и манит меня Как и манит меня Без них целый мир мне не мил Эффективных камня Эффективных камня И каждый из них сельмарил Дальше после известных событий На сцену входит уже Владыка Манве Накрылась арность моя Беспросветная Ах, ты вар год бандиты вор Цвета нам найти бы мало где-то Чтоб мы снова были им согреты А ну, делись ко феонор Ох, как и манит меня Как и манит меня Без них целый мир мне не мил Эффективных камня Эффективных камня И каждый из них сельмарил Дальше на сцену входит Теллин Прекрасный Микодились кораблями Но сезон выходит зря Моргут спер феонора Камни Моргут спер феонора Камни Ох, страдают зелеря Ох, держите меня Такая фигня Где феонор сотворил Эффективных камня Эффективных камня Эффективных камня И каждый из них сельмарил Дальше на сцену входит Феоноринги Еще все вместе Еще все дружные Почти Били папу и били деда Угодят зелеря И значит нам нужна Одна победа Нам нужна Одна всех победа Мы за ценой Не постоим Ох, как манить меня Курфу нет Манить меня Перевязывается Дружно снова Били деда Целый мир нам не мил Эффективных камня Эффективных камня И каждый из них сельмарил Дальше можно еще Продолжать тему Но пойдем сразу К финалу И на сцену уходит Угадайте кто Били Вот сельмарил В моей руке остался Задал я твой этот день Хоть с моей рукой Волк смотался Кархарот с моей рукой Умчался Но остался людей Ох, как радость я Как радость я Что И вновь повторяю И вновь Дорожая камня Любого камня Одна лишь на свете Любовь Ох, как радость я Как радость я И вновь повторяю И вновь Куда там камням Все на свете К камням Одну перевязывается Любовь Так, что со временем? 8 минут Так, наверное Прямо поклонническую Ночной костер И Туковь Должен уложиться Итак Песня Холонская Обрядовая Прямо Холонов Расскажу позже Если кому интересно Не будем реализовать Здесь нет Не должно быть Исполнителей публики Здесь должны быть Просто все Соучастники То есть Если кому-то хочется Подпевать Потанцовывать В общем Делать что угодно Значит так надо И припев там Очень простой Я сейчас его покажу Это весь припев Запомните представим что вместе сидим около углей нужно их тунем и оконечная разгораться играться и поем качу гопали по кустами возрождаем жизнь пламя два дыхания две руки только соли ты не вопреки выживы скрытые под золой зарытые живое дыхание выпито плавь зовется сытая срока заговор да выговори заново натворили здорово за угольное залива нахерщи хорошего сердит хоть и дешево запрошено хорошего причина и найдешь его как красит сварева уголь красит зарево крах красный вино красный а что пресно то напрасно вместе с нами пляшет пламя разгораемся мы сами Хэй-ла, хэй-ла, хэй-ла Зельничаю по ногами, счастью заплетем шагами Хэй-ла, хэй-ла, хэй-ла Словно с лучами живучими, мы друг друга жажды мучим Хэй-ла, хэй-ла, хэй-ла На сердце наше раздновение, неизбежного утоления Хэй-ла, хэй-ла, хэй-ла Ты поногибкая, не кори ошибками Быть время для румянца, а сейчас зайдёмся в танце Хэй-ла, хэй-ла, хэй-ла Небо сбыться землёй, так же, как и мы с тобой Горяча твоя ладонь, к звёздам тянется огонь Хэй-ла, 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 хэй-ла Светом с грудь печи, лезовых ветер в трубах Чайка ранен на кличи Я залил медведем угробом Хэй-ла, хэй-ла, хэй-ла В злоке синих будет висок Под ногой им горит висок Вечно кровь стучит висок Отпусти себя на часок Хэй-ла, хэй-ла, хэй-ла Отпусти, не бойся боли Отпусти себя на волю Предки птица не живёт В душу пусть и полёт Хэй-ла, хэй-ла, хэй-ла В злоке с грудь печи, лёгко хам Конка намахарил флам Хэй-ла, хэй-ла, хэй-ла Захитых летай Охаларил лавял тай Веситый сиряй Охаларил лавял тай Хэй-ла, хэй-ла, хэй-ла Хэй-ла, хэй-ла, хэй-ла Догорают угли, клонится голова Не бывает вечно пламя и праздник Но под веклом можно найти огонь Если остыло сердце Хэй-ла, хэй-ла, хэй-ла Хэй-ла, хэй-ла, хэй-ла Хэй-ла, 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 хэй-ла Ещё одна недавняя песня И вскоре я, по-моему, ещё первый раз пою Кто же про косой, кто же про огонь Кто уже немножко по-другому Знаю давно простой секрет Из темно иду на свет Просто иду на свет Ответ Свет и тепло, костёр в ночи Враг на зло, бой, не молчи Если жив, не молчи Звучи Ты, костёр, гори Да не прогорай Ты, страна, играй Душу забирай Ват или в рай Лим через край Тесно Через воля, бед Бой не унывает Четы много лет Зря не забывают От певца до конца Загорел сердца Песней Если рад, что мрак кругом Если богат своим теплом Просто лились теплом Костром Если жива душа внутри Если без пальчик говорил Честно песни творил Гои Ты, костёр горит Да не прогорай Ты, страна, играй Душу забирай Ват или в рай Ват или в тай И лет через край Тесно Через море бед Бой не унывает Через много лет Зря не забывая Белковца до конца Загорел сердца Песней Глупо всё это говорят Всё, что на свете жил не зря Жил на земле не зря Творя Если через немало лет После тебя остался след Добрый остался след Свет Ты, костёр горит Да не прогорай Ты, страна, играй В дух, что забирай Ват или в рай Лишь бы через край Тесно Через много бед Бой не унывает Через много лет Зря не забывая Белковца до конца Загорел сердца Песней И напоследок Уже традиция Песня Город Шinees Крадный срок и жизнь всего одна, Но щедрым был создать и Бог для тех, кому дана. Та кровь, что в душу и в жару, Все так же горяча, На брачном блаженность веру, На лезвие печа. Гори даст теплой свет, И я не только смурат, Почему беречь копилку лет, Не знает путь назад. Та кровь, что в душу и в жару, Все так же горяча, На брачном блаженность веру, На лезвие печа. Познает искра торжество, Сгорая на лету, А риск припроба для того, Кто ценит остроту, Чья кровь в душу и в жару, Все так же горяча, На брачном блаженность веру, На лезвие печа. Танцуй, танцуй, любовь моя, Чтоб пламени сродни, Чья кровь и в душу и в жару, Все так же горяча, На брачном блаженность веру, На лезвие печа. Пусть будет танец веселей, Пока огонь горит, Залейся, плей-то, бубен, пей, Пока никто и талит, Так рад, что в служу и в жару, Все так же горяча, На брачном блаженность веру, На лезвие печа. А для чего прекрасно жить, Бессмертным не понять, А мне лежит, меня кружит, Болонь а горит опять, Так рад, что в служу и в жару, Все так же горяча, На брачном блаженность веру, На лезвие печа. Так рад, что в тужу и в жару все так же Горяча на брачном коже наферу На лезвии меча Спасибо! Мы молодцы! Спасибо всем, что пришел